Всем огромный-преогромный привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Ну и, как всегда, огромная благодарность каждому, кто смотрит меня, поддерживает, также комментирует, ставит лайк и подписывается. Ребят, ну что, я посмотрела очередную серию Прокопьевской Санта-Барбары. Я почему-то думала, что будет стрим, сегодня же суббота. Но ребята, наверное, решили, что сейчас стрим им невыгодный, потому что, ну, глядя на все последние серии и возмущение зрителей, донатить вряд ли кто-то будет, и выгоднее, наверное, будет выпустить видеоролик, нежели целую часть сидеть на стриме и читать хвалебные посты. Ну, потому что дельные посты, мы знаем, что они не читают. И да, сегодня довольно интересная серия, которая, ну, лично мне показывает то, что мальчики таки решили уже оставить бабу Галю. И, в общем-то, давайте разбирать с самого начала, что к чему и почему. Ну, приехали они якобы к Сергею, чтобы отдать очередную посылку, посылку с Азона, и застали Сергея в работе. Он был на крыше, Лёха там ему помогал, что-то они там крыли крышу в бане. Ну, вот и говорят все, что он ничего не делает. Ну, что ничего не делает? То в огороде возится, то, вон, видите, на крыше сидит, Лёха на подмоге. Ну, что-то делает, да, что-то делает, и что-то старается сделать. И в доме он убрался, как потом станет нам видно и понятно. В общем, и что там, начались разговоры. Разговоры сначала минут десять, наверное, какой-то пустой болтовни, которая совершенно нам неинтересна. И единственный там момент среди этой болтовни – это котёнок, который появился в кадре. Очень приятный голубоглазый пушистик. И, знаете, заметила я, что вот Дима, он более-менее относится к животным. Мне даже кажется, что он их любит, потому что тогда он привозил дядя Витя Васю, и тоже хорошо он так относился. И поэтому, как бы, вот он единственный, наверное, кто относится нормально. Ну, я скажу нормально, потому что я не знаю, насколько он их любит. И да, там это всё бесполезные какие-то вопросы, которые абсолютно нас не интересуют. И по поводу крыши, что там, по поводу антенны, что это была антенна или не была. Вот какая-то ерунда, которой они растягивали видеоролик. Дальше неприятный момент, но лично для меня. Меня всегда же вздёргивает, когда я такое вижу. Игорь попёрся в дом без спроса к Сергею. Походил-походил, вышел и говорит, ой, а Сергей с Лёхой-то порядки навели в доме. Пошли, Дима, посмотрим. А тебе кто-то разрешал ходить туда? Пошли, Дима, посмотрим. Ещё и поснимаем эти порядки. Я, конечно, в шоке. И, если честно, вот я не понимаю, почему молчит Сергей. Ну да, если у него даже вот такой вот характер, что, ай, ну и что, вот такой, знаете, пассивный. Но всё равно, как можно это терпеть? Чтобы в твой дом пошли, твой дом снимали. Порядок у тебя там, беспорядок. Да без разницы, они пойдут, беспорядок снимут. Пойдут, порядок снимут. Ну, это просто свинство, самое настоящее свинство по отношению к человеку, какой бы он даже не был. Да, они там ещё между собой порассуждали, что вот, надо бы побелить стены у Сергея, потому что вот там подписчики пишут. Ага, пишут, вам дельное пишут, а не по поводу стен. У Сергея тоже с этим домом куча непоняток. Ну, в общем, да, неприятное, конечно, это всё. И дальше, а дальше самое интересное. Дальше пошли разговоры о том, что кругом уже, видимо, соседи и люди, которые знакомы с Сергеем, с Лёхой и даже с Игорем, стали поговаривать, что баба Галя собралась продать бытовку и купить себе за эти деньги домик. Вот поэтому баба Галя и была такая несчастная. И, видимо, не из-за того, что она там голодная, а из-за того, что она вся была в думках, как продать эту бытовку. И скорее бы наступила осень, чтобы можно было её продать. И, в общем-то, всё предсказуемо. В первой серии, второй серии мы видим, что бабе Галя собирались подлатать домик, она это ожидала, либо купить какой-то другой домик. Потом и баньку подшаманить. Обещаний было очень-очень много. А вышло что? Вышла пластиковая будка, в которой нечем дышать, в которой болит голова и плохо чувствуешь себя. И не факт в том, что она вообще проживает в этой будке. Потому что такое чувство, что там никто не живёт. И, как мне кажется, баба Галя не живёт там тоже. Ну, вопрос, где она живёт, остаётся, потому что на самом деле мы не знаем. И что дальше? Да, дальше идут конкретные, даже жёсткие обсуждения пожилого человека. Вот что противно. Игорёк у нас такой прям белый, пушистый. А здесь прям показывается его обратная сторона, его желчи. Как говорят, Оля, ой, как ты тут прям обсуждаешь? Да прям обсуждаю, я рассуждаю. Обсуждают, вот они сидят, бабу Галю. Сидят и обсуждают. Вот бы её туда в дом впихнуть. И там бы накормили, и всё, и не выпускать её оттуда. Чё тут, типа, с ней церемониться? Что баба Галя там это, как бы, за ней везде идёт огонь, что вот ей поставить бытовочку, печечку, и вспыхнет она вместе с бабой Галей. Ну, что это за обсуждения какие-то на камеру? Какая-то дикость, слушайте. Я понимаю, были бы это, выглядели, как какие-то комиксы и приколы. Там рассуждали, всё, блин, как бы нормально. Тут вспыхнет, и всё. Это какая-то жесть. Ну, и дальше с этими документами тоже растянуть видео, давая обсуждать, что вот, земля не её, то не её. Ну, земля не её, и она вот, типа, мол, кричит, я буду там, больше нигде. Опять же, собралась продавать бытовку и купить домик. Ну, домик-то, где она купит? Ну, уже не на своей же земле, а на какой-то другой. В общем, полная ерунда. Они сидели, и это мерзко, всё обсуждали. Пусть продаёт, да что. И что хочет тогда сама, то и делает. Да, в общем, мальчики не выполнили свои обещания, и уже за эти серии, которые они уже тысячи наснимали, не кормив её, а только привозив посылки, можно было бы достаточно средств выделить и дальше подкопить не на бытовку, а действительно на домик. Многие там мне и пишут, что вот, домики такие дорогие. Есть домики разные. Есть и старенькие домики, но в которых можно проживать. А баба Галя у нас немолодая. Баба Галя уже пожилая бабулечка. Сколько ей осталось, никто не знает. При всём том, что вот действительно, мне кажется, что сейчас здоровье её уж не такое. Что, да, можете написать, что, ой, а какая она была, когда её с бани выносили. Всё-то было постанова, какая была. Да, она ещё пару месяцев назад живавенькая была. Сейчас она совсем не такая. А то привезли ненужный унитаз, который тоже обсудили, что крутой, 7 тысяч аж отдали. Да он ей абсолютно не нужен. И правильно, что обсуждают зрители этот унитаз. Что зачем ей этот агрегат, в котором она вообще ничего не понимает. В общем, ребят, я не понимаю теперь, хотя, возможно, и понимаю, суть всего снятого и показанного нам сегодня. И, опять же, два видеоролика уже, два пока, сняты в один день, потому что опять Игорь проболтался, что вот Баба Галя позвонила и сказала, что вы забирали этот унитаз, то бишь они поехали к ней и разговаривали уже с ней. А потом нагрянули к Сергею с этими шторами, с этой тюлью. И Бабе Гале дали там распаковать или уже раньше давали, о чём не знаю. И у Сергея распаковали. Опять от доброй женщины, имя которой не называли. Но, возможно, это и есть женщины за границей, которая заказывает всё в России на определённый пункт выдачи. В общем, как-то так. Неприятно всё. Неприятно. И ведёт оно, скорее всего, к тому, что мальчики оставят Бабу Галю. Ну, либо будут снова какие-то сборы на домик. И люди начнут поддерживать их. Хотя это маловероятно. И в это я как бы не особо верю. Ну, посмотрим, что люди ещё начнут писать. Потому что сейчас ещё довольно мало комментариев. Я стараюсь снять обзор сразу за роликом. И поэтому ещё там ничего такого интересного особо не пишут. Посмотрим потом, что люди думают, что пишут, кроме поклонов. Какие дельные советы у них, какие дельные мысли по этому поводу. Ну, я, конечно же, жду ваших комментариев. Что думаете вы? И жду, конечно, всегда. И с удовольствием читаю. Хотя сразу заранее прошу прощения, что не всегда могу сразу всё прочитать. Ну, да, из-за нехватка времени. И сами понимаете, что я не одиночка. Живу не одна. У меня двое взрослых мужчин. Квартира, которая должна быть тоже более-менее в порядке. Плюс также работа и, в общем-то, внимание своим родным. В общем, ребята, жду, что напишите вы. Не забывайте поддержать меня. Поставьте лайк. Кто ещё не подписан, обязательно подписывайтесь на мой канал. И всем прекраснейшего настроения. Всем позитива, добра, улыбок. И, главное, мои хорошие, я желаю каждый раз и всем это здоровье. Берегите себя и своих близких. Виртуальные обнимашки каждому. Всем пока.